Москва столкнулась с эпидемией по выселению из домов онкобольных детей. Москва столкнулась с эпидемией по выселению из домов онкобольных детей. Восемь часов ровно знак авторского права фото, предоставлено благотворительным фондом «Спаси жизнь жильцы» одной из арендованных квартир на Москворечи. Знак авторского права фото, предоставлено благотворительным фондом «Спаси жизнь Москва», 19 декабря РИА Новости, Ирина Халицекая. Меньше месяца прошло после нашумевшей истории, когда жильцы многоэтажного дома в московском районе Конькова потребовали выселения детей с онкологическими заболеваниями. Старшая по подъезду тогда заявила, что рак заразен, и начала сбор подписей. Инцидент удалось решить только после того, как к делу подключились уполномоченный по правам ребенка, прокуратура и следственный комитет. Однако выяснилось, что этот случай не единичный. В другом доме на Каширском шоссе собственники уже несколько лет третируют семьи, живущие в арендованной фондом «Спаси жизнь» квартире. Неоднократные жалобы участковому довели родителей онкобольных детей до того, что они сами решили уехать, лишь бы их не трогали. Со временем прониклись председатель фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко сначала помогала только детям из Петропавловска-Камчатского. Усилиями благотворительной организации собирали деньги на перелеты в Москву, химиотерапию и необходимое лечение. В 2014 году Ромейко познакомилась с семьей, которая попросту погрязла в кредитах. Деньги нужны были на съемное жилье в перерывах между терапией. Процесс небыстрый, может длиться годами. Возвращаться на Камчатку дорого, плюс это повышенный риск. Нужно постоянно быть в Москве, жить здесь. Аренда квартир дорогая, обычная семья с больным ребенком на руках не может себе позволить такую роскошь. А если брать посуточно, выходит еще дороже. Так мы решили снимать жилье силами фонда и предоставлять его семьям, рассказывает Юлия. Знак авторского права фото, предоставлено благотворительным фондом «Спаси жизнь» жильце одной из арендованных квартир на Москворечье. Знак авторского права фото, предоставлено благотворительным фондом «Спаси жизнь» жильце одной из арендованных квартир на Москворечье. Она уточняет, что квартиры искали поближе к онкологическому центру имени Блохина, где подопечные фонда проходят лечение. Местоположение жилья критично важный момент, из-за ослабленного химиотерапии иммунитета детей нельзя возить на дальние расстояния, тем более на общественном транспорте. Ромейка сразу же столкнулась с трудностями, многие собственники понимали, что квартиры рядом с подобными федеральными центрами популярны, поэтому намеренно поднимали цену на 10-15 тысяч рублей. Помимо этого, фонд обязательно все документально заверяет, а собственник должен платить налоги. Оплата проводится только по безналу. Мы сразу предупреждаем, что у нас будут жить больные дети, которые будут часто меняться. Естественно, многие не хотят этого. Я понимаю, что у каждого своя цель, в этом нет ничего ужасного. Но мы все же нашли людей, которые не только не задирали планку, но наоборот старались войти в положение и даже чуточку сбрасывали цену, говорит руководитель фонда. Удавалось найти общий язык и с соседями по подъезду. По словам Юлии, сначала на ослабленных детей с костылями и в больничных масках смотрели косо, однако потом меняли свое отношение к ним. В одном доме жильцы так прониклись, что каждый день семьям что-то несли. Подгузники, альбомы, карандаши. Меня вообще отругали, что я раньше не сказала им про больных детей, вспоминает Ромейка. Закрыли лифт, впрочем, в одном из шести домов, где спаси жизнь снимает квартиру. Ситуации диаметрально противоположная. Жильцам не понравилось, что по соседству поселились дети с онкологией. Собственники устроили тихий бунт. Соседи демонстративно не здоровались. Им не нравилось, что наши жильцы в масках, из этого делали вывод, что рак заразен. И не объяснить, что это не они заразные, это мы представляем для больных детей опасность. Консьержка ругалась, не разрешала пользоваться лифтом, мол, ходите пешком. На нас неоднократно жаловались участковому, требовали от него проверить постояльцев. После таких бесед я порывалась написать в соцсетях крик о помощи, но участковый останавливал, просил не поднимать шум, признается Ромейка. Она и сейчас продолжает задаваться вопросами, может быть, мы должны были устроить поквартирный обход, объяснить каждому соседу, кто будет в квартире жить. Ведь собственник по закону не обязан ни с кем ничего согласовывать. А мы, получается, становимся заложниками этой ситуации. Отнесся как к родным Юлия и уточняет, что соседи пробовали разные варианты, в частности, давили на собственника, уговаривая его расторгнуть отношения с фондом. При этом владелец жилья на жалобы никак не реагировал, потому как его полностью устраивали квартиранты. По словам Ромейка, хозяин даже помог сделать временную регистрацию одной семье, чтобы те смогли прикрепиться к поликлинике и устроиться в школу. По первому звонку он к нам приходит, вникает в ситуацию, приносит вкусности, знает мам не первый год, общается с ними как с родными. И дети его не стесняются, рассказывает руководитель фонда. 11 декабря в 8 часов ровно в московской многоэтажке собирают подписи за выселение онкобальных детей, но возмущенные соседи не отступали. И начали раскручивать историю, что собственник той квартиры уходит от налогов. А налоги вообще нас не касаются. Мы официально заключили договор с ним, у нас есть все бумаги. Оплата поступает вовремя. К слову, за эту квартиру платит футболист Федор Смолов, делится подробностями Юлия. В результате, обессилев от бесконечного террора, подопечные фонда сами решили съехать с этой квартиры, планируют покинуть ее 19 января. Участковый уже вызвал и собственника, и соседей, чтобы разбираться, в чем дело. Нам остается только искать какую-то альтернативу. К сожалению, люди не могут понять, что есть дети, которым жить осталось недолго. Никто не знает, наступит для них завтра или нет. Они живут одним днем. Из-за таких скандалов и этот день омрачен, грустит Ромейка. Квартира взамен пансионата ежегодно сотни детей приезжают на лечение в Москву из разных городов России. Все они сталкиваются с одинаковыми проблемами, среди которых и аренда жилья. При Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева есть свой пансионат, рассчитанный на 150 семей. Однако этого мало. В идеале нужно в два, а то и в три раза больше мест. Разные организации по всей России подобные фонду «Спаси жизнь», они снимают жилье не только в столице, но и на Камчатке помогают семьям арендовать квартиры поближе к онкациентрам. Больше всего их у фонда «Подари жизнь». Он арендует 40 квартир в Москве, где может разместиться лишь несколько десятков семей. А в одной из них, в районе Коньково, и писали в СМИ, жильцы дома требовали, чтобы больных детей отселили в отдельную социальную гостиницу. В пресс-службе фонда «Рия» новости объяснили, что такой проект разрабатывается с 2015 года, под строительство нового пансионата передали территорию усадьбы из Малково в поселке Переделкино. Однако в пресс-службе уточнили, что пансионат все равно полностью не заменит квартиры. Он находится далеко от центра детской гематологии, поэтому там могут жить лишь те пациенты, которым не нужно ездить на процедуры ежедневно. Ромейка со своей стороны добавляет, что их фонд выбил землю в расказовке для строительства еще одного пансионата. Однако процесс идет медленно. По ее словам, у фонда уже давно готов проект, но без постановки на кадастровый учет приступить к работам они не могут. Соседи готовы писать во все инстанции, лишь бы не видеть рядом с собой больных детей. Мы бы и сами были рады переселиться, только вот пока некуда.